а япония япония испания да ну башкиров обещал красоту японскую такую вот героическую красоту мучающую красоту если угодно мы помним как как япония уходила с прошлого чемпионата мира я написал ну не знаю не скажу а может быть один из самых вдохновенных текстов я по моему в фейсбуке всего лишь написал но как-то как-то почти в поэтической форме про соответственно воспел японскую смерть которая конечно же культура смерти на мало в каких цивилизациях так разработана воспета поэтизирована как в японии япония это единственная сборная которая умирая убирает за собой мусор да не оставляет но смотрите здесь вообще как бы у один их ставку они считают что до погибнет япония явный фаворит испании 142 японии 8 и 8 476 я скажу так будет красиво надо смотреть эту игру до испания конечно же заведомый фаворит прям вот видно как на красивые куски разносит эту японскую команду испания великолепно япония даже в лучшем своем матче тайм откровенно фигней занималась я конечно говорю про матч против германии во втором тайме но мы обсуждали этот матч не будем сильно возвращаться то есть япония мне кажется переоцененной командой и да можно за эпизоды цепляться и турнир короткий такая команда тоже может добывать результаты но я думаю тут прямо действительно все так очевидно да но что же сказать об следующей паре то есть последний последний матч который мы рассматриваем вот попробуйте просто игра попробуйте сформулировать интригу относительно матча коста рика германии где победа германии 1 и 11 оценивается а коста рике 25 наверное может быть не один матч а букмекеры не оценивали с такой с таким заведомым заведомым преимущество одной команды на другой сформулируйте интригу формулировать интригу учитывая что даже вот интрига потенциальная которая могла бы быть в случае если бы вдруг так получилось что германии нужно набивать разницу на коста рике вот это могло быть зрелищным но на самом деле если на самом деле такая такая ситуация будет возможна только если япония обыгрывает испанию то есть япония обыгрывает испанию фантастической сценарии и тогда германии нужно будет оглядываться на разницу и пытаться опередить по разнице сборной испании уже не сборной японии но на самом деле скорее всего будет либо ничья либо уверенно скорее всего уверенно победа сборной Испании. И поэтому Германии, по сути, получается, для победы нужно будет просто победить матчи и победить Коста-Рику. Честно говоря, каких-то трик не вижу. Каких-то сверх-трик не вижу. Можно посмотреть затем, какой центр поля будет у сборной Германии. И как эти сочетания потом могут быть использованы далее. Поскольку, мне кажется, все-таки в этой зоне до сих пор баланса не нашел Хантифлик. И мы уже несколько раз говорили о том, что в этом моменте подошел бы такой центр и в этом такой. Тоже не хочется повторяться. Это есть в наших прошлых выпусках, где фигурировала сборная Германии. Но можно посидеть за тем, как этому матчу с точки зрения организации центра поля подойдет Хантифлик. Да. А, ну и, наверное, еще фольк-рук или не фольк-рук. Будет ли в итоге сборная Германии игра с чистым нападающим на этом турнире? Да, в общем, матч для любителей немецкого искусства. Что, в общем, хороший выбор и хороший вкус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!